Ребята, всем привет! С вами Кристина, и сегодня у нас будет видео с распаковкой моих покупок. Я нашла один очень классный магазин. Называется он Лилка. И на самом деле у меня с этим магазином очень большая история. Я его люблю уже на протяжении четырех, если не пяти лет. Сегодня у нас распаковка. Я заказала очень много всего. Перед началом этого видео ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны, а также активируйте колокольчик, который находится рядом. Ну что, а мы начинаем? У меня тут два огромных пакета. Я их немножечко рассортировала. В этом пакете находится что-то вроде канцелярии, таких... Ну да, больше что-то вроде канцелярии, всяких приколов. А вот в этом огромном... А вот в этом огромном пакете он еще и очень тяжелый. В нем находится очень много одежды, плюс всякие декоративные штучки для дома. Ну что, начинаем? Я думаю, что начнем мы с этого пакета. И первое, что я хочу просто достать... Это Мишка! Боже мой! Смотрите, привет, медведь! Это Мишка! Вот такой вот плюшевый, потрясающий! Кстати, все артикулы на все товары будут в описании. Также будет ссылочка на интернет-магазин. Вот такой вот Мишка первый у нас. Он просто потрясающе будет смотреться в моей комнате. Я давно хотела какую-то такую плюшевую игрушку. Не сильно большую, но и не маленькую. Чтобы вот она была такая вот замечательная, сидела. Давайте придумаем имя Мишки в комментариях. Я предлагаю Мишку назвать просто Мишкой. Мне кажется, просто я его не смогу перестать обнимать теперь. Следующее, что у нас тут было, это две свечи. Вообще было очень много ароматов, между которыми я выбирала. Но в итоге остановилась вот на двух кофейных, по сути. Давайте начнем с той, которая побольше. Называется она Coffee Mokko. Тут два фитилька таких вот. О, боже! Офигеть! Эта свеча пахнет точно так же, как кофе, охлажденный в Старбаксе. У меня сейчас просто джавю какое-то... Как оно вкусно пахнет! Весь дом будет пахнуть этим кофе. Я вам обещаю просто. И следующее, это свежемолотый кофе. У этой тоже другой немножко аромат. Вот он больше похож, знаете, на какой? Когда входишь в какую-то кофейню, там вот такой приятный аромат кофе. Эта свечка поменьше. У нее, кстати, другая баночка с жестяной крышечкой. Мне очень понравилось, что они как бы разно выглядят. Вообще у меня крайне много свечей дома, но как бы новые никогда не помешают. Так, достаем следующее! Это то, чего я ждала, наверное, больше всего. Это домашний костюм, ну а-ля пижамы, но... Ну да, больше просто костюм для дома. Хотя, судя по качеству ткани, она просто офигенная. В нем можно и на улицу ходить, если честно. Здесь у меня размеры S вся одежда будет. Здесь вот такие брюки. Ну, они как бы, они не клеш, они просто прямые такие, знаете, оверсайз. Мне кажется, он офигенно просто сядет, я из него не вылезу. И также здесь кофточка. Там было три цвета, такой голубенький, фиолетовый и черный. Моя мама хотела, чтобы я взяла фиолетовый, но я взяла черный. Потому что я люблю черную одежду. Дальше это джогеры. Мы с мамой очень любим джогеры. Я не знаю, кому достанутся конкретно эти. Они вот такого потрясающего пепельно-розового цвета. Очень приятный. Кстати, материал просто офигенный. Тоже в размере S. И в дополнение к этим джогерам... Мы взяли футболочки. Причем у нас тут две футболочки. Одна белая, другая черная. Беленькая давайте посмотрим. Просто базовые футболочки. Что белая, что черная. Мне очень нравится, что на них нет никаких вышивок, никаких рисунков. Вот. Поэтому для меня это вообще просто must-have, когда вот так вот вещи без всяких ненужных рисуночков. И точно такая же черная футболка. Для нее тоже есть штаны. Как бы я костюмчиками так брала. Вот такая вот футболочка. У меня, кстати, очень классные рукава. Такие они удлиненные немножко. И для черной футболки я как раз взяла черные штаны. Вообще я не могла определиться с цветом этих штанов, но в итоге взяла черные. Потому что, ну, подо все подойдет. Эти штаны утепленные. Они с начесом. Просто обалденные. И вот они как раз-таки тоже объемные. Очень здорово будет смотреться, мне кажется. Ну, не именно с черной футболкой, которую я, по сути, взяла для этих штанов. А с какой-то более облегающей кофточкой. Чтобы не было прям совсем оверсайз-оверсайз. Ребят, большой пакет пуст. На самом деле в этом пакете были просто очень объемные вещи. А вот в следующем этот пакет очень тяжелый. И тут очень много всего. Так что поехали. Так, первое, что я тут вижу, это блокнотик. Моя любовь к блокнотикам, она просто с самого детства. И мне очень нравятся блокнотики слилка. Там очень много разных цветов. Я, кстати, до этого уже брала, только побольше форматом, темно-синий. Это блокнотик в линейку. Кстати, я не знала, это офигенно. До этого у меня был в клеточку, а я больше в линейку. Он просто черный на резиночке. Почему у меня все черное? Нет, на самом деле дальше будет очень много разноцветных вещей. И у этого блокнота очень приятная такая матовая обложка. Вообще, блинка, очень много тетрадок. И я их покупаю на протяжении пяти лет. Как только я приехала в Питер, первый магазин, я не шучу. Первый магазин, в который я побежала, это был Лилка. В архиве есть фотка, как буквально первые дни. И я фоткаюсь с большим таким огромным хомяком. Мягкой игрушкой. Так что у меня очень теплые воспоминания об этом магазине. Я пять лет без остановки покупаю там все. Следующая это гирлянды. У меня вообще две гирлянды там было заказано. Ну, вторую я пока что не вижу, она где-то там в глубине. Так что распакуем эту. Эту гирлянду, я думаю, положу либо на подоконник, либо на комод. Она вот такая вот со звездочками. Батарейчики. Работает она на батарейках. И вот так вот потрясающе светится. Хотя, в принципе, я могу ее прямо сейчас положить на задний план. Давайте так и сделаем. Так, следующее. Мне кажется, в вас сейчас солнечный зайчик попал. Это шкатулка для украшений. Да на самом деле для чего угодно, мне кажется. Сюда можно все что угодно складывать, но я пока что не определилась, для чего именно. Я, кстати, скорее всего, сюда сложу канцелярию. Видите, у меня вот здесь сзади есть коробочка такая, Dior. И она уже такая старенькая, потрепавшаяся, жизнью помотанная. Поэтому я хотела бы ее заменить на что-то вот такое более аккуратное, красивое. И снизу есть зеркало, как вы поняли. И все это выглядит офигенно. Тут три раздела. Такая вот красивая шкатулка. Не знаю, посмотрим, какое конкретное применение я ей найду. Но планировала на стол. Переходим дальше. Следующее, что я тут достала, это щеточка для умывания. Кстати, сначала я подумала, что она электрическая, но вроде бы нет. Я очень люблю щеточки для умывания. А вот здесь как раз две стороны. Есть резиновая. Обычно я пользуюсь резиновыми. А есть еще вот такая вот пушистая. Я такими никогда не пользовалась. Мне кажется, будет очень приятно так водить по лицу. Дальше. Это очень нужная вещь. И у меня подобная уже была. Только покупала я ее года два назад. И у меня до сих пор там остались какие-то скрепочки. Прям точно такого же цвета, только кейс был в тот момент немножко другой. Сейчас он выглядит как пончик. Это офигенно. Давайте распакуем. Здесь, в общем, набор скрепочек всяких. Тут есть обычные маленькие скрепочки. Большие скрепки. Гвоздики с такими красивенькими горошинками. И все это в цвете розового золота. Короче, это просто must-have. Тут собрано все, что нужно. А еще, что мне больше всего нравится в Лилке. Я помню, когда я первый раз зашла, я скупила пол магазина. Серьезно. Я скупила всю канцелярию, которая мне только нужна была и не нужна была. И я думала, сейчас на кассе скажут с вас там 15 тысяч. И я прям помню, какой же у меня был афиг, когда мне сказали с вас 4 500. Я офигела. Так, что-то большое. Что это? Это кружка! Ура! Мне никогда не будет мало кружек. У нас их некуда ставить. Я серьезно. У нас некуда ставить кружки, но я покупаю новые. Но эта кружка... Ну, я каждый раз так говорю. Эта кружка. Она достойна быть в коллекции. Она в форме сердечка. И она в горошек. И она выглядит... У нее даже ручка в форме сердечка. Бог ты мой, но это еще не все. Тут не просто кружка. Тут блюдце и ложка. Кстати, половина кружек из моей коллекции, они из Милка. Либо я их сама покупала, либо мне их кто-то давил. Просто все кружки. Я теперь буду как леди просто сидеть и пить чай. Или кофе. К концу этого видео фон задний, он просто преобразится. Что тут дальше? Это обложка на паспорт. И она меня вырубила. Когда я ее увидела, я думаю, боже, это обязано быть на моем паспорте. Ну, все знают этот мем, правда ведь? Так, вот такая вот обложка. Она очень приятная на ощупь. Она сделана как будто это кожа. Очень смешная. Знаете, просто учитывая то, какая у меня фотография в паспорте, а с ней все плохо. Этот мем, он реально подходит. Потому что открываешь паспорт, видишь фотографию, закрываешь и просто тебе вот в лицо этот мем. Кстати, моя прошлая обложка на паспорт тоже из Лилка была. Вот такая вот мраморная. Теперь будет еще лучше. Что это за прелесть? А, это Саше. Саше это штучки, которые кладут, например, в шкаф, и ваши вещи все будут вкусно пахнуть. Я заказала с запахом розы и ландыша. Ой, как вкусно. Оно даже через... Там вроде бы надо пакетик будет снять потом. Но они даже через него пахнут очень вкусно. Все это очень мило вот так оформлено в холщевой мешочек и бирочка. Такое прям винтаж. Красиво, мне нравится. Ура, канцелярия! У меня очень много тетрадок. Кстати, зацените, как я их поставила. У меня раньше они стояли в пакете или в полке хранились. А потом мне прислали подарок вот в такой вот, как бы, подарочной коробочке круглой. И я сложила в них все тетрадки. Кстати, все тетрадки тут из Лилка. Я не шучу. Просто все. Ну, теперь будет еще две. Поэтому я решила много тетрадок не заказывать, потому что у меня вот это все еще неизрасходованное. А вот такие мне тетрадки в последнее время очень сильно нравятся. Вот там очень красивые обложки. Я вот выбрала две вот такие с ежиками и с птичками. Только у ежиков тетрадка в клеточку, а у цветочков в точку. В точку мне очень нравятся. Тетрадки я их обожаю просто. В них можно, конечно, и рисовать, и писать, но рисовать я не умею. Так что только пишем. И это еще не все. Далеко не все. Я нашла вторые гирлянды. Так, я помню, что тут за гирлянда. Это просто обалдеть. Вы спросите, что это, Кристина? Это гирлянда. Но не просто. Тут прищепки. То есть это гирлянды. Я могу повесить, например, на зеркало. Скорее всего, так и сделаю. И на эти прищепочки я могу цеплять фотки, какие-то красивые картинки, но в основном фотографии. И все это дело будет красиво подсвечиваться, и эффект, мне кажется, создавать просто невероятный. Поверьте мне, они офигенные. Следующая это кружечка. Выписан сарказм и загружается 29%, тоже очень прикольная. Я планировала эту кружку кому-нибудь в подарок, потому что у меня слишком много кружек. Следующая, это просто незаменимая вещь, я их обожаю. Это корректоры ленточные. Нет ничего лучше ленточных корректоров. Вы бы знали, какая у меня была эволюция за все время моего обучения. То есть сначала были вот эти корректоры с кисточками дурацкие, которые еще сохнут полчаса. Потом были корректоры в стиках, которые нормальные, но потом писать неудобно. Вот эти корректоры, это лучшее, что случалось в моей жизни. Я их обожаю. Я просто, можно сделать вот так, и все замазывается, и ты пишешь сверху, и все замечательно. Самое, что еще офигенное, что они в форме кошачьих лапок. Я просто умерла, когда это увидела. Я заказала сразу три. Три, чтобы вы понимали. Один вот такой прозрачный, и два розовеньких. All you need is cat, написано. Все, что тебе нужно, это кошка, это правда. Мне очень нужен кот. Я очень хочу кота. Ребята, у нас осталось всего две вещи. Так, давайте вот это покажу вам. Раз уж мы про котиков заговорили, тут зажимы в форме котиков. Я офигела, когда увидела. Вы бы знали, насколько сильно я их захотела. Тут котики. Я пока что не знаю, для чего они мне нужны будут, но факт того, что у меня будут зажимы в форме котиков, это уже как бы ничего лучше не придумаешь. Посмотрите, тут кошачья мордашка. И они разных цветов. Есть черные, есть розовое золото, и есть серебряные. Лучшего для жизни не придумаешь. И последнее. Это браслетики. Ну, как бы парные. Я не знаю, кому я дам вторую пару, но мне очень зашло, что здесь браслетики. Ну, значит, тут такой символ, как с картины, известный, где вот так вот два, как бы, где вот такие руки присутствуют. Как бы одна рука одному человеку, другая другому, и будет красиво. Они на ниточках. Вот такая вот прелесть. Два браслетика. О боже, ребят, вокруг меня просто столько всего сейчас. Я представляю, как я долго это буду все дело разбирать. Это были все мои покупки из магазина Лилка. Также оставлю ссылочку на интернет-магазин Лилка. Ребят, в этом магазине очень много всего. Это я еще не добралась просто до ручек, потому что ручки там просто с ума сойти такие красивые. Ребят, пишите, какой из всех товаров, какие. Ладно, одним тут не обойтись, будем честны. Что вам больше всего понравилось из сегодняшнего обзора? Мне, наверное, понравился больше всего домашний костюм, мишка, корректоры, тетрадки. И... Подождите, я так все сейчас перечислю. Что еще было? Свечки. Определенно. Я даже не смогу выбрать между ними. И обложка на паспорт. Просто это все самое лучшее. Ну что же, ребята, вот такое видео у нас с вами сегодня получилось. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и что вы хотели бы себе купить. Ну и отправляйтесь покупать. Ссылочки в описании. А я вас всех очень сильно люблю. Целую, обожаю, обнимаю. И всем пока-пока!